В интернете и профессиональном сообществе активно обсуждают предложение обязать водителей такси проходить государственную регистрацию. По мнению перевозчиков, это ударит по всему рынку. Прежде всего, пострадают те, для кого извоз – единственный способ прокормить семью. В республике работают несколько федеральных агрегаторов такси, но все большую конкуренцию им составляют так называемые бомбилы. Наталья Мальчикова прокатилась по небольшому городу Канаш и поняла, может ли экономия денег компенсировать моральный вред от такой поездки. Илья Сгафуров вызвал такси, хотел быстро и с комфортом добраться до места. В итоге больше часа ждал, пока накажут водителя. Уехать не мог, он свидетель хоть и административного, но преступления. Таксист был без обязательного путевого листа. Ему штраф 500 рублей. Пассажиру нервотрепка. Даром. Кемеровская область. Вы не имеете права осуществлять здесь перевозку на территории города Канаша. А у вас путевого листа где? Я просто по дороге там, по Яндексу дали уже. Не оформлено. В поездках для вас что главное? Безопасно и комфортно. Самое главное. Водителя такси, который осуществлял перевозку пассажиров с разрешением, но без прохождения предрейсового медицинского и технического контроля. При себе у водителя отсутствовал путевой лист. В текущем году, в первом полугодии, нами пресечено 62 нарушения в сфере нелегальных перевозок пассажиров. Данные водители доставлялись в органы внутренних дел по территориальности. Чтобы избежать наказания, все начинают рассказывать сказки про племянниц, тетушек и других родственников. Подвозить таких пассажиров никто не запрещал. Только родные, как правило, не знают имен друг друга. Такие вот родственнички. Как зовут друзей, водитель так и не вспомнил. Пассажиры тем временем ему доверяют. Незаконных таксистов разве бывают? Я пристегнутый, вроде валитель реза адекватный. Вызвали такси, как обычно. То есть вызвали такси. А вот мне водитель говорит, что он подвозит своих друзей. Друзей, как зовут, не знают. Этому водителю выписали штраф за непристегнутый ремень. Перевозил семью, количество двух детей в возрасте около трех лет. Но они были все пристегнуты к детскому держиму устройства. Валерий Дюкин 30 лет за рулем автобуса. Считает, что пассажиры сами виноваты, что выбирают нелегалов. Многие ездят на попутки. На общественном тракторе там мало ездят вообще. Частники останавливают на Жигули и все на этом сядут и уезжают. С утра все, медоследний, сервис механики, все нормально там. С таким водителем хоть до Тугаева, хоть до Чебоксара. Тем временем нелегальные перевозчики тоже не дремлют. Закидывают удочку. На какой машине поедем? На какой? На какой хотите. На СД смогу поднять. Лимузин? Да, лимузин, пожалуйста. Он 8 будет стоить. Чтобы снизить аварийность на дороге и чтобы вывести нарушителей на чистую воду, в ход идут различные технические средства. Так, например, с помощью люфтомера специалисты проверяют техническую исправность рулевого механизма. Нарушений при эксплуатации у вас нету. Измерения все в норме. То, что вы следите за транспортным средством, это очень хорошо. Основная часть, рулевые, тормоза. Совершенно верно. Поэтому следите в дальнейшем тоже так же, чтобы нарушений никаких не было у вас. Бывают и тоники используем, приборы боковых стекла измеряем. И бинар также используем, скоростной режим тоже так же контролируем. И останал как тестер тоже бывает. Автолюбители, желающие скрыться за тенью тонированных стекол, тоже сегодня вышли из тени. Черная пленка мешает обзору. В темное время вообще глаз кали чревато неприятностями. Водители с этим хоть и не согласились, пленку содрали. В ходе таких рейдов инспекторы дорожного движения регулярно выявляют десятки нарушений. Кому-то спасают жизнь.